Вот и наступил этот долгожданный момент празднования широкой Масленицы. В совхозе имени Ленина на центральной площади собрались сотни местных жителей, чтобы дружно, все вместе поесть блинов, попеть, потанцевать, ну и, конечно же, встретить Масленицу. Масленицу к вам привел, люди добрые. Не взыщите, на судьбу не ропщите. Встречайте, ешьте, пейте, веселитесь. Несмотря на пасмурную погоду, в совхозе имени Ленина скучать было некогда. Провожали зиму и встречали весну в старорусских традициях. Местный театральный коллектив «Премьера» подготовил сценку, в которой рассказал всем присутствующим о том, что такое Масленица и почему, собственно, мы ее празднуем. Хотя у каждого человека на этот счет есть свой ответ. Масленица – это праздник весны, провода зимы, начало поста, ну и встреча тасхи. Это семейный праздник, солнечный праздник весны, мы всей семьей приходим встречать ее. Домашний такой праздник, запах выпечки дома, гостей полон дома. Ну вот такой вот праздник, как сейчас, только солнышка не хватает. Ну вот это значит Масленица. Ну и какая Масленица без блинов? На праздники ими угощали всех. Для этого специально было изготовлено порядка тысячи блинчиков. Но не только концертом и угощениями баловали местных жителей. Игровые площадки для детей, катание на лошади, борьба подушками на бревнах. Администрация совхоза имени Ленина попыталась сполна создать атмосферу настоящей русской Масленицы. Молодежи очень, очень это нужно и нравится. И мы должны поддерживать, потому что и русская одежда очень красивая. Я посмотрела даже вот на себя в зеркало и не узнала. Потому что преображается человек не только внешне, но и душой становится краше. Масленица это как этап чего-то нового. Некое очищение, освобождение от всего негативного. Наверное поэтому на праздники принято сжигать чучело Масленицы. Кстати в совхозе пошли дальше и придумали необычный способ избавления от людских пороков. Нужно написать свое какое-то качество, может быть плохое, какой-то свой порок. Вот от чего избавиться хочешь, что не нужно в жизни, что подпустило. Комкаешь, кладешь в этот мешочек, где написано порок, пороки. А потом, когда Масленица горит, мы вместе кидаем все это и избавляемся. Чтобы все хорошо было потом. В Масленице всегда сжигали все нехорошее, что было в течение года накоплено. От Масленицы до Масленицы. Так вот очень хочется пожелать, чтобы именно с сжиганием Масленицы. А Масленица у нас в этом году получилось очень симпатично, даже очень ее сжигать. Но чтобы в эту Масленицу вошли все те неприятности, которые были у всего народа. Действительно, такую Масленицу сжигать было жалко. Но на то ее предназначение. И все дружно, под веселую музыку, жители совхоза сожгли свои беды и ненастья в пламени соломенной красавицы. Масленица. 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 Масленица.